...отечественная война, которую вел советский народ против немецкого... Краснозаводск, село Васильевское, Ходьково, Сергеев Посад. Таков маршрут автоматопробега памяти Великой Победы. 60 машин и 30 мотоциклов принимают участие в заезде. Акция проводится третий год подряд. По словам организатора пробега Алексея Рогозина, с каждым годом количество желающих принять участие растет. Их число ограничено лишь длиной колонны, которую непросто провести по маршруту, не мешая жителям и не создавая пробок. Пробег включен в официальную программу празднования Великой Победы в Сергеево-Пасадском районе. Идея родилась очень просто. Мы, как активные граждане нашего государства, не можем пройти мимо такой праздник Великой Победы, не вспомнить подвиг наших бабушек, дедушек. В силу того, что мы являемся автомотосообществом, как не автомотопробегом, мы это можем выразить. Собственно говоря, примерно так и родилась эта идея. Перед стартом пробега в Краснозаводске участники возложили цветы к памятнику погибшим воинам. Минуты молчания почтили память бойцов, сложивших голову на фронтах Великой Отечественной войны. Затем автомотоколонна выдвинулась в путь. В рядах колонны и автомобилей Елены Ермаковой. Она работает в серпе-пасадской районной больнице. В акции принимают участие второй раз. В другом машине вместе с папой едет ее 7-летняя дочь Татьяна. Очень позитивное мероприятие, особенно, наверное, для детей. Потому что если наше поколение, мы еще застали наших бабушек, дедушек, которые нам могли рассказать это, так сказать, из первых уст, то сейчас уже их становится все меньше и меньше. И нашим детям, ну, наверное, такие мероприятия дают больше познаний, наверное, даже, чем история. Потому что они видят, что мы помним о том, что благодаря нашим дедушкам и бабушкам, которые победили в этой войне, мы сейчас живем в мирное время, скажем так, да. И вот такие... Я думаю, что это воспитывает наших детей. Мы почему-то всегда вспоминаем об этом именно перед 9 мая. А в течение года, как бы, ну, нет, не проходит никаких акций. Хотя, на самом деле, ветеранов, участников войны осталось, по-моему, в Сергиево-Пасадском районе. И в городе, мне изменяет память, 171 человек. А ветеранов, может быть, чуть побольше. Это участников 171. Ну, вот. Но их настолько мало, что, я думаю, надо почаще устраивать какие-то флешмобы, может быть, какие-то акции или еще что-то для того, чтобы... Ну, им приятно, они уже старые люди. Им хочется, чтобы на них... Они за нас, грубо говоря, жизнь готовы были отдать, да. А мы лишний раз там спасибо не можем сказать, да. На всем пути колонну приветствовали жители Сергиево-Пасадского района. Водители отвечали им автомобильными гудками. В селе Васильевском памятнику погибшим воинам возложить святы вместе с участниками пробега пришли местные школьники. На стоянке мы спросили у байкеров Сергиево-Пасадского объединения «Мото-Пасад», в чем они видят смысл подобных акций. Ведь ребята – одни из организаторов пробега. В смысле в том, что надо помнить, надо обязательно помнить, потому что мы потомки тех, кто положили голову за наше будущее. Это надо помнить. Далее по маршруту Ходьково и Сергиево-Пасад. В каждом из пунктов – возложение венков и цветов на мемориалах памяти. Финальной точкой пробега стала Советская площадь в Сергиево-Пасаде. На ней из машин, мотоциклов и людей участники акции выстроили слово «Победа» с восклицательным знаком. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов. Тема.